Дорогие Геловасадзе и Ромиз Юнус. И вот вопрос. Сколько лет будет длиться война в Украине? Сколько лет будет истекать украинокровью с такой помощью Запада, прежде чем агрессор прошатнется? Афган истекал 10 лет, прежде чем Союз полетел в Тартар. Правда, он ушел из Афганистана полностью. Сколько еще впереди? Год, три, пять? Украина – это не Афганистан. Как чисто по своему социальному составу, по своему народу, населению. Не забывайте, что там и пуштуны, что там и узбеки, что там, так сказать, огромное количество других представителей разных национальностей. И там племенный состав, так сказать, социальный состав того же Афганистана, он тоже имеет отношение к тому, что процессы шли соответствующим образом. А Украина все-таки со своим народным населением, со своей географией и со своей совершенно другой историей, как многовековой историей и современной историей в том числе, и с тем уровнем поддержки, который сегодня мы уже видим. Это совершенно не тот уровень поддержки, намного посильнее. Несмотря на то, что все мы недовольны, в первую очередь сама Украина. Это говорит о том, что этот процесс, конечно, завершится намного быстрее, но здесь очень много также зависит от самих украинцев, от украинской консолидации, от консолидации всего военно-промышленного комплекса, военно-политического истеблишмента и всех граждан, и гражданского общества. Это однозначно, это не какие-то такие пафосные слова. Я как гражданин Азербайджана, прошедший через и первую, и вторую Карабахскую войну, то есть я, так сказать, все это прошло на моей жизни, поэтому я хорошо знаю, почему мы проиграли в первой Карабахской войне, и почему мы победили во второй Карабахской войне. И геополитическая ситуация, какая была тогда, и какая сегодня, потому что и геополитическая ситуация, и политическая конъюнктура, конечно, влияет, но очень важно состояние самого общества. И состояние азербайджанского общества 30 лет там назад, оно напоминает мне состояние украинского общества сегодня, оно мне напоминает состояние азербайджанского общества 30 лет там назад. И в такой ситуации очень трудно рассчитывать на победу, ту, которую одержал Азербайджан во второй Карабахской войне. Мне могут возразить, сказать, что вам, так сказать, противостояла не Россия. Кто вам сказал, что нам противостояла не Россия? Первая Карабахская война. Кто нам противостоял? И кто нас наказал? Вы, может, сумели их нейтрализовать во второй Карабахской войне? Потому что совершенно другая политика пошла. И общество было другое, оно сделало выводы из уроков поражения в первой Карабахской войне. И общество совершенно другое, как политический стабличмент, так само общество. И вот эта консолидация, она тоже очень важна. Ну и, конечно, очень важно, когда политический стеблишмент страны очень правильно реагирует на те или иные вызовы, которые вот эта война показала, и с которыми нужно очень правильно работать, а не заниматься всем тем, чем иногда приходится видеть, как занимаются украинцы, их многие известные медийные даже лица и политики. Также повторяют ошибки 2014 года в том числе. Этого категорически делать нельзя. Без консолидации общества одним F-16, а таком сына, войну не выиграть. Это надо усвоить. Это как априори, это дважды два. И за вас ни Америка, ни Франция, ни Германия, ни Великобритания возвращать ни Крым, ни Донбасс, ни другие оккупированные территории этого делать не будут. Это ментальности всего общества должно быть, все общество должно быть в это нацелено. Вот азербайджанское общество, оно было нацелено, мы это реализовали. Поэтому это очень важно понимать. Ну и, конечно, очень важно понимать точно так же, что где находится сегодня Украина, это не Афганистан. И поэтому Запад не оставит Украину до конца, нет большой любви от того, что это невыгодно тому же Западу и в первую очередь Европе. И вы видите, как Европа тихо-тихо, худо-бедно уже движется на всех парах. Ну, в нужном направлении, я так думаю, 2025 год будет решающим. Ну, все ждут, конечно, выборов президента здесь США, но 2025 год будет решающим, и это вполне может быть все закончится и в 2025 году. Если, конечно, и Запад поведет себя как надо, и украинцы сделают вывод из всех тех ошибок, которые были сделаны с 2014 года и вплоть до нынешней войны, в которой многие ошибки повторяются сегодня и в информационной повестке дня, я как человек, который работает в украинском информационном поле, могу четко сказать, там нет никакой консолидации. Это самое главное ахиллесовое питание Украины. Поэтому, когда кто-то из вас будет там сидеть, сваливать все на Запад, это нельзя этого делать. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Повестку дня должны утверждать вы. Вот два с половиной года назад вы это утвердили, эту повестку дня. Вы поломали эту повестку дня, вам хотели снова навязать Минск-3. В 2014 году вы это не сделали. Вы поверили им, и поэтому вы проиграли. А сейчас вы уперлись. Такой упирайтесь дальше и сами утверждайте повестку дня, как внутри своей страны, так и в столицах, где, как говорится, существуют центры принятия решений помощи Украине.